Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше интересное событие, на котором я комментирую ваши планировочки и работы. И сегодня у нас интересный разбор. У нас сегодня будет разбор разбора. Дело в том, что наши подписчики, замечательные дорогие ребята, на которых в квартиру я помогал делать не планировку, а именно разбор сделал, вот сделали мне ответный тоже разбор, и это очень здорово. На самом деле это то, что и должно быть, потому что когда дизайнер презентует какую-то идею арт-директору, клиенту и так далее, то есть есть всегда возражения, есть всегда какие-то детали, и мне очень нравится, мы вообще занимаемся обучением, то есть я занимаюсь обучением дизайнеров, у меня есть школа онлайн, где мы проходим мероприятия примерно за 6 месяцев, где как раз-таки я и прошу примерно такого разбора от дизайнеров, которые делают проекты. И по сути я примерно так и делаю, уже более детально вдаваюсь в материалы дела. Здесь получается у нашего уважаемого автора, да, планировки, у клиента очень хорошие, честно говоря, именно аналитические способности, возможности, и это очень хорошо, то есть именно есть возможность точно стать дизайнером. Значит, давайте покажу, что получилось. Во-первых, хочу сказать, да, что тут разбор достаточно такой детальный, то есть мне очень понравилось что? Мне очень понравилось то, что было выбрано именно скрины с моего разбора, и даны показаны, они прокомментированы, то есть прокомментированы, причем основательно, действительно, комментарии, они разумны, понятны, интересны, да, то есть их стоит действительно посмотреть, вот, и сейчас мы, наверное, тоже их посмотрим, много текста, да, естественно, то есть вот такой текст читается сложно, то есть лучше идеально, конечно, делать вот текст-картинка, текст-картинка, это самый лучший такой формат для того, чтобы доносить какие-то свои смыслы и мысли, вот, поэтому если я комментирую, вдруг вы хотите там пообщаться, если вы хотите, то присылайте, значит, возможно, мы также посмотрим, да, можно будет возразить. В принципе, я специально делаю такой формат, немножко проводикационный, немножко я специально делаю его, может быть, где-то безапелляционный. Для чего? Для того, чтобы немножко вы подумали, для того, чтобы ваш мозг начал работать. В принципе, это самое главное. То есть, если бы я сидел и просто вещал, типа, как надо, а как не надо, значит, это было бы, мне кажется, менее интересно, менее полезно. То есть, моя задача, как, можно сказать, руководитель, педагога, сделать так, чтобы у человека, чтобы он научился, и нужно, чтобы у него немножечко в мозгах заработало. Соответственно, вот отлично. Ну, давайте я прокомментирую. Значит, первое, что хочу сказать, то, что я даю какие-то рекомендации, я почти в каждом видео говорю, но в каждом видео я не хочу, наверное, это говорить, может быть, я в подписи где-то это сделаю. В общем, какая основная мысль, давайте скажу, еще раз, да, чтобы это было понятно. То, что я даю, это ни в коем случае я не рисую планировку. Да, еще раз, если планировка рисовалась вот так за 5 минут, 5-10 минут, которые я делаю, причем я ее еще не видел, то есть, я специально делаю экспромтом, я специально не вижу то, что присылается. Для чего? Такая подача, такая манера, такая хитрость. То есть, я смотрю, как вижу и даю какие-то указания. Указания это не конкретно что-то делать, естественно, я могу что-то не учесть. Я не знаю, где у вас северная сторона, где у вас южная сторона, я не знаю, дом у вас или квартира, я не знаю, какие у вас пожелания, я не знаю, сколько у вас детей живет, кошек, собак, бабушек, дедушек, как вы собираетесь, как вы живете, как вы дышите, как вы ходите. Я не знаю ничего об этом. Я вот захожу и, знаете, как бабушка на лавке смотрит, соответственно, и что-то комментирует. Единственная особенность, что у этой бабушки на лавке есть некий опыт, и она может непредвзятым взглядом посмотреть и дать какую-то тему для обсуждения. Давайте мои комментарии, мои планировки, то, что я даю, это не планировки, это мои комментарии на то, что я даю. Поэтому, значит, воспринимайте это примерно так. Естественно, я не знаю какие-то вещи, которые там нужно знать для взвешенного решения. Именно поэтому работа дизайнера стоит денег. То, что я даю, это не платная работа. Если вы мне закажете это дело, я вам сделаю планировку под вашу конкретную ситуацию. Я возьму у вас интервью, я сделаю с вами максимально детализированно, мы побеседуем, пройдемся. Я вам выдам вариант, если вас что-то не устроит, мы подкорректируем. Там будут учтены обязательно все зоны, мокрые зоны, все БТИ, все удобства, все особенности вашей семьи и всего остального. Но эта история стоит денег. Соответственно, если вам это ценно и нужно, то заказывайте. В таком формате, как я даю, вы должны понимать особенности формата. Я где-то даже на публику работаю специально. То есть, это немножко гипертрофированная история. Надеюсь, это все понятно. Я, в принципе, об этом доносил, но, значит, окей. Воспринимайте это примерно так. И на самом деле я хочу, чтобы вы делали свои разборы, чтобы другие дизайнеры, если вы смотрите и видите, как можно сделать лучше, окей, посидите, поделайте, пришлите мне. Я тоже их разберу. Возможно, автору планировки вы сделаете полезное и приятное. Вот, подпишите, что это вы, я вас тоже укажу. Это прикольно, может быть такой интерактивный формат. Так, ну давайте посмотрим. Несколько комментариев, собственно, мы попытаемся разобрать сейчас, для того, чтобы было видно. Так, первая тема у нас, в чем здесь была суть? В том, что не учитывая необходимость пространства для размещения зоны приема пищи, тем более необходимость водного между сиденьем приема. То есть, вариант был какой, что я указал вот сюда, давайте еще раз, значит, попробуем сделать. Я указал сюда, что вот это как-то отрезать. Опять же, я не знаю, какие тут мокрые зоны, можно это, нельзя. То есть, я просто вижу. Допустим, если эта история была бы в доме, то есть, функционально это не сильно нужно, такая большая. Почему? Потому что ванна влезет, санузел влезет, умывальник влезет, то есть, все, в принципе, влезет. Если тут не нужно ванну, да, то есть, душ, насколько я вижу, это все влезет. Что это говорит? Причем я вижу, что у вас получается диван и приставной столик, он приставлен как диван и приставной столик. Вот это вот я сказал, что решение, оно нехорошее. Я дал один из вариантов, который просто я увидел, да, возможно, я посчитал, что это не нужно, и здесь можно сделать кухню, да, соответственно. Вот, я по-прежнему такого же мнения, я не говорю, что именно в этом конкретном случае именно так надо делать. Не думайте, что я разбираю вашу планировку. Я вам в целом объясняю логику мысли, да, как бы я сделал там в доме, либо еще где-то. Пожалуйста, будьте внимательны, я не говорю еще раз, как вам что-то делать конкретно. Так, дальше. Что еще? Значит, согласитесь, что при входе в квартиру лучше не лицезреть. Я не знаю, как там при входе в квартиру, еще раз говорю, то есть, это уже детализация идет, я это не учитывал. Далее, значит, что тут попадает сюда грязь и все остальное, для предусмотра, может быть, не очень человек входит в квартиру, бывает и так далее. Так, давайте самое, наверное, главное, да, все это как бы мелочи. Я тоже комментировал, да, отдельно есть на визуализации там по дизайну данный комментарий. Самое главное здесь, значит, когда я говорю, что вот имеет смысл сделать такую гардеробную, да, естественно, я не призываю ее делать. Я не знаю там потребности вашей семьи, я говорю о том, что вот эта вот зона, она, в принципе, никак не учитывается. То есть, из этой зоны что можно сделать? Из этой зоны можно сделать гардеробную, можно сделать кладовку, можно разделить ее на две части, можно на три части разделить. То есть, это тема на то, чтобы подумать. Я говорю функционально, что эта тема может быть вот здесь так использована. Почему? Ну, потому что, значит, входить вот сюда, то есть, входя сюда вот так вот, вы теряете вот эту площадь. Я сейчас сказал лишь о том, что вот эту площадь функционально вы теряете, и терять ее обидно, да, ее не хочется терять. То есть, соответственно, как можно сделать? Опять же, можно так не делать. Не обязательно же, вот как я сейчас сказал. Я же тут даже нарисовал, вот даже на моей скрине это сделано. Вы можете вот так вот сделать. Я просто предложил еще один вариант. Вы как бы взяли, как будто я так и сказал. Нет, будьте умнее, смотрите, вот идеи. Я же их рассказываю специально. Вот просто вижу и говорю, вот можно так, а можно иначе. Я же генерирую прямо вокруг и к чему-то прихожу. Не нужна эта вообще тема, вообще уберите ее. Мое, вот если бы я себе делал, я бы вообще убрал, например, гардеробную полностью. Я бы сделал, ну, например, там шкаф, да, и здесь бы я сделал вообще открытое пространство. Мне наоборот нравится, когда я захожу и вижу целиковое вот это пространство. Но это же как бы мое, я говорю просто разные идеи, какие могут быть. Опять же, я не знаю, сколько у вас человек живет. Может быть, у вас там, не знаю, дети есть, может быть, нет. Я всего этого не знаю, я не читал ваше досье внимательно. Я вам показал идеи, соответственно, что с этим делать, нужна ли вам такая. Может быть, вам нужна такая гардеробная, я тоже этого не знаю. Если нужна, то вот, пожалуйста, решение. Если не нужна, я решение указывал другие. Телевизор здесь, да, я знал, кстати, что это будет комментарий такой, да, что телевизор. У меня на самом деле, у меня он там стоит, я не полнослышки это знаю, вот у меня стоит там монитор, и он у меня на самом деле бликует, потому что вот я сейчас смотрю на что? Я смотрю на свет, на меня сейчас вот прям свет. И вот там вот сидеть как бы не очень комфортно, удобно. Да, но у меня есть штора, я ее загораживаю, если нужно. Вот, и в целом, как бы, ну это не такая большая проблема, но за то, что мне это дает, это мне дает как бы удобное местоположение. Мог бы я разместить монитор так же туда? Да, мог бы, но вот я понял, что это не так удобно. Вот, соответственно, то же самое у вас. У вас здесь окно не такое большое, да, вот эту часть вы можете загородить. Да, если нужно, опять же, тут у вас штора есть. Я не знаю, как вы смотрите телевизор, то есть, насколько вы днем смотрите. Может быть, вы только по вечерам. Я, допустим, телевизор вообще не смотрю, я только на ночь смотрю какой-нибудь либо фильм, либо сериал. Ну вот мое использование такое. Мне как бы это не было бы проблемой. То есть, что еще можно сделать? Можно сделать опускную какую-то историю, ну дополнительно. Вообще не телевизор ставить, а история с опускающимся экраном. Да, это же тоже типа телевизор, да. Вот можно, в принципе, так сделать. То есть, вариантов много. Воспринимайте, еще раз говорю, на то, чтобы это как бы подумать. Потом, почему вот так вот имеет смысл делать? И вообще нужно ли это смысл делать? Вот, может быть, и не нужно, да. Может быть, имеет смысл телевизор здесь делать вот так, как вы сделали. Но тогда вход вы делаете отсюда, да. Ну, то есть, это же не проблема. Я даже указал это. Вот же мое, синее здесь даже указано. Вот, поэтому смотрите, значит, какие есть варианты. Принимайте решение и делайте. Я еще раз хочу. Зачем я так долго записываю это видео? Во-первых, мне очень понравилось, как я уже похвалил в самом начале, как человек, значит, написал. Это значит, что он очень ответственно и внимательно подходит к своей квартире. Это очень круто. Вот, но я как бы указал какие-то вещи, которые меня лично смущают. Если вас это не смущает, то прекрасно, замечательно. Что еще? Ну, вот это вот читать, честно говоря, тяжело. Тут какие-то там 4 метра, шкаф 2 метра. Я ничего не считал, никакие шкафы. Я вам только по зонам показал. Вот, поэтому воспринимайте как бы эти комментарии, значит, как комментарии к тому, что вижу. Дальше, вот я сейчас показал именно вот, давайте, где она? Вот в этой зоне, где она там? Вот она. В этой зоне что я показал? В этой зоне я показал возможное как раз расположение. Да, именно здесь вроде как вмещается вся эта история с… Опять же, тут надо проверять. То есть, вмещается, не вмещается, откуда я знаю. То есть, примерно как бы вроде умещается, да, вот эта часть. Если мы как бы уменьшим здесь, уменьшим здесь. Здесь будет… Или здесь не будет даже, кстати, кухня. Тут надо смотреть. Вот. Опять же, не вмещается, значит, вы как дизайнер скажете, слушайте, уважаемые дружище, арт-директор, либо там клиент, либо дизайнер, сюда не вмещается. Я же не знаю, это надо проверить. Я просто указал, что визуально. Мне очень не нравится, когда к дивану… Вообще, когда есть приставная какая-то история, тем более ее можно избежать, когда вы к дивану приставляете мебель. Одна из самых прикольных вещей, когда можно сделать мебель, можно обойти с разных сторон. У вас получается вот обход и вот обход. То есть, это уже более качественный дизайн. Всегда, когда есть возможность сделать более качественный дизайн, надо его делать. Вот. Что там дальше, влазит, не влазит, опять же, не знаю. Это не моя работа, это все проверять. Я вам указываю область применения, область мысли. Наймите дизайнера, сделайте сами. Ничего не делайте. Мне вообще все равно, в принципе. Я вам просто показываю, как это может быть. Телевизор сюда, пожалуйста, сюда. Можно вообще, кстати, можно вообще. Ну, то есть, вариантов-то много. Можно здесь сделать гардеробную, например. А здесь вот всю вот эту зону, допустим, под гостиную отдать. Тогда у вас может как быть. У вас телевизор вообще может быть тут. Диван может быть тут. И вот здесь вот вы стол поставите. Так же тоже можно. Я просто говорю о том, что мне не понравилось, когда у вас диван вместе со столом. Сейчас опять скажешь, что я что-то не то-то нарисовал. Не-не, на самом деле нормально. Хорошо, что говорите, что что-то не то. Именно в обсуждении раздается какая-то истина. Диван, давайте вот так вот. Диван, условно, например, вот так вот вы сдвигаете. Какой он там, ну любой, да, такой диван с подушками, все дела. И здесь у вас тогда уже, например, круглый стол, например. Может быть здесь, может быть здесь. Может быть здесь не круглый, а какой-то квадратный. Ну, то есть, надо посмотреть по размеру. Вроде как все помещается, все влезает. Ну, сейчас тут у нас много всего нарисовано. Опять же, не задача. То есть, надо понимать, нужно ли вообще вот эта гардеробная. Или она вообще не нужна. Может быть у вас там склад есть где-нибудь на первом этаже. Да, я не знаю, может быть у вас там и хлама-то нет. Например, у меня хлама нет. Я весь хлам выкинул. То есть, у меня как бы есть только вещи, которые нужны. Вот. Обычно просто у людей бывает много. У меня была раньше однокомнатная квартира. И у меня была как раз-таки, у меня была такая кровать большая. У меня под кроватью, она была высотой 600, наверное, если даже не выше. 800 может быть даже. Такой подиум. И там под подиумом прям полквартиры хранилось. Чуть ли там мишины хранились. Вот. Соответственно, я не знаю, нужно вам это или не нужно. Вот такой вот вопрос вам поставлю. Вот. Поэтому поработайте дальше. Поработать самостоятельно. Будет полезно, будет интересно. Так. Что там дальше? Мотивировали тем, что места будет предостаточно. Ну, в принципе, да. Также предложили на лоджии поменять места и маленькие. А, вот здесь был вопрос типа про столик. Столик я имел в виду не в ширину. Вы пишите там где-то 900, я прочитал. Столик в ширину. Не в длину, а в ширину. То есть, 900 достаточно. А если вы будете сидеть за маленьким столиком, то может быть не очень удобно. Если у вас столик еще туалетный используется не только как для макияжа, да, получается, то в этом случае лучше, конечно, ну, если там будете сидеть с ноутбуком или еще с чем-то, лучше, чтобы он был не 400, допустим, а там больше 500, 600, да, чтобы можно было полноценно сесть, кресло поставить и нормально посидеть, поработать. То есть, это такая нормальная история. Так. Ну, вроде все. Слушайте, ну, вообще я очень доволен. Давайте еще раз посмотрим. То есть, человек проделал огромную работу. Извините, к сожалению, не знаю, как вас зовут, не подписались. Но вообще очень круто. Разбор на разбор тоже очень прикольная вещь. И, ну что, желаю вам удачи, собственно, внедрить, если все устраивает. Да, еще раз, по мокрым зонам я тоже ничего не знаю здесь. То есть, я не учитывал. Поэтому будьте внимательны, проверьте, естественно, технические условия. А что мне удалось найти? Отлично. У меня телефон там ищет самостоятельно. Используйте телефон, найди мокрые зоны. Значит, мокрые зоны найдите сами. Разрешение по технические условия обязательно найдите. Вот. И посмотрите там, что можно сносить, что нельзя. То есть, насколько это все как бы реально и в рабочей схеме. Может быть, еще какие-то более интересные идеи можно найти. Ну, опять же, можно оставить даже все как было. То есть, мое мнение, это какое-то мнение просто сбоку, и вы можете как бы использовать либо его, как какие-то идеи, либо оставить все как есть. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо за разбор. Если еще есть какие-то комментарии, то присылайте. Всегда интересно, приятно. Не обещаю, что каждый как бы комментарий. Я специально сейчас остановился, потому что по двум вещам. Первое, что было непонятно, что я предлагаю не решение, а как бы некие идеи для обсуждения, как функционально. Не знаю подробности, естественно, да. И второе, почему я это сделал, потому что мне очень понравился подробный обзор. Если вы хотите делать осознанные планировки, если хотите научиться делать это качественно и максимально подробно, у нас есть курс 6-7 месяцев. Мы там учимся, где вы становитесь дизайнером и работаете. Ну и давайте, чтобы два раза не вставать, у нас есть тема с книгой. По книге, если вы будете делать комплектацию, то рекомендую тоже изучить, прочитать, если еще не смотрели, не изучили. Цена вопроса недорогая. При этом вы получаете возможность изучить абсолютно всех поставщиков. Тут есть советы, рекомендации, как правильно выбрать, как правильно свет подобрать. Тот же самый, что у вас там показан, как это сделать со скидками. То есть просто купив эту книгу, там есть скидки от наших надежных поставщиков и партнеров, по которым вы можете получить суперские условия, если сошлетесь на нас и на эту книгу. Поэтому крайне рекомендую. Посмотрите, почитайте. Особенно если вы только сейчас планируете делать ремонт либо квартиру, вам будет это дело максимально полезно. Ну а на этом у нас сегодня все. Спасибо за эфир. Присылайте на разбор. Что принимается к разбору? Первое принимается планировки. Второе принимается дизайн целиковый. Принимаются ваши сайты, ваша упаковка личного бренда. Все, что касается маркетинга, принимается, если вы поставщик, разбор ваших сайтов. Если у вас есть, если вы дизайнер, то тоже разбор в ваших сайтах принимается. В общем, присылайте мне все по редакторской теме, по дизайнерской теме и по маркетинговой теме. Все, что я в этой теме знаю, я постараюсь дать полезно не только вам, кто присылает работу, но и всем остальным, чтобы было интересно Если вам понравилось это видео, ставьте лайк Давайте нагоним немножечко комментариев к нашему видео, потому что у меня YouTube канал давно, существует подписчиков много, но комментариев и активности мало Если это будет все интересно, будем продолжать И в Инстаграме тоже Кто из Инстаграма подписываетесь на YouTube, кто из YouTube подписываетесь на Instagram Давайте немножко подпитаем комментариями, я не люблю ничего им выпрашивать Я не буду это делать, но если вам не сложно, то мне будет приятно, если вы нажмете колокольчик, напишите комментарий, напишите свое мнение Ответил, не ответил, смотрите и пишите запросы, что еще вам интересно рассказать, прокомментировать Может быть вам про мою студию рассказать, с помощью которой я все это записываю Потому что вопросы поступают, как вы это все записываете Если интересно, напишите, возможно сделаю обзор в ближайшем будущем На этом сегодня все, всем спасибо и до новых встреч